И сегодня у нас на календаре 20 января и киевское время 18 часов. И начать хочу с того, что сегодня день памяти защитников Донецкого аэропорта. Сейчас для нас это не просто история, это история мужества и стойкости защитников Украины. Аэропорт это был просто место, где они проявляли свой ратный подвиг, совершали свой ратный подвиг и защищали интересы нашей страны, нашу независимость и нашу территориальную целостность. Поэтому отдаем им дань памяти за тот подвиг, который они совершили. Недаром их прозвали киборгами в ходе 242 дней противостояния против превосходящих сил противника. Именно российских войск и сепаратистов, которые взяли в руки оружие и сражались вместе с российскими войсками. Итак, оперативная обстановка. За минувшие сутки враг нанес 9 ракетных ударов, 23 авиационных удара и более 80 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины наблюдается усиленная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам. Сегодня у нас день проходит так же, как и вчера, в тревогах, в воздушных тревогах, которые звучат с утра в связи с учениями, летно-тактическими учениями, которые проводит Российская Федерация на территории Беларуси и совместно с военно-воздушными силами белорусской армии. Основные усилия противник концентрирует на дальнейших попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На остальных направлениях российские войска остаются в обороне. Это Купинское, Лиманское, Новопавловское и Херсонское направления. Ну, правда, Херсонское я бы уже, наверное, не относил к обороне, потому что на Херсонском направлении российские войска предпринимают попытки перейти в наступление в направлении Орехова, но об этом чуть подробнее чуть позже. За последние сутки вооруженные силы Украины отбили атаки на населенные пункты Новоселовка, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Краснополовка, Солидар, Красная гора, Бахмут, Ивановская, Водяная, Марьенко, Победа Донецкой области, Малотокмачка и Степовое Запорожской области. То есть, видите, Запорожское направление, Запорожская область переходит у нас в разряд активных оперативных направлений с активными боевыми действиями. На таких направлениях, как Волынская, Полесская, Северская и Слобожанская наступательных группировок противника не зафиксировано, их формирование не зафиксировано. Однако Россия продолжает укреплять свою авиационную группировку под видом совместных учений с Белоруссией. Я вчера вам говорил, еще раз повторюсь, что вчера прибыли на аэродром Барановичи, прибыло еще два самолета Су-24 Воздушно-космических сил Российской Федерации. На Северском и Слобожанском направлении за прошедшие сутки были обстреляны населенные пункты в Сумской и Харьковской областях. Купинское направление, оно же Сватовское, там продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. Из-за определенных трудностей, а именно из-за того, что мобилизованные иногда прибегают к бегству, то есть пытаются спастись, попав на линию фронта или попав под огневое воздействие наших сил обороны, наших войск, мобилизованные пытаются спасаться бегством и дезертировать с линии фронта. Так вот, из-за этих трудностей на одном из участков на Сватовском направлении, по данным нашей разведки, наемникам, которые там воюют из состава частных военных компаний, а их уже как минимум воюют две, мы знаем, это Патриот Министерства обороны и ЧВК Вагнера. Ну, вагнеровцы в основном на Солидаре, а я так понимаю, что вот этот Патриот, точнее, компания начинает, так как она Министерство обороны, она начинает распространяться по всем направлениям. Так вот, вот этим наемникам разрешили расстреливать мобилизованных, спасающихся бегством. То есть, наемники, мало того, что они прикрываются в наступлении мобилизованными, то есть, они их пускают в первую линию, а сами идут за ними, так они еще в случае, если мобилизованные поворачивают, начинают бежать или пытаются куда-то убежать, они их расстреливают. То есть, выполняют функцию заградительного отряда. Бахмутское направление. Противник, судя по карте Дипстейт, противник захватил Клещиевку. Там идут еще бои, как сообщает наше Министерство обороны, но, в принципе, она в основном уже находится под контролем российских войск. Линия боевого соприкосновения в районе Клещиевки сейчас уточняется. Пока окончательного результата по Клещиевке нету, но бои продолжаются. Также пытается противник продавить нашу оборону в Бахмуте, в районе Дамбы и в частном секторе. Бои продолжаются. На данный момент окончательный результат, то есть итог боев сегодняшних суток, но пока еще неизвестен. Также противник контролирует почти всю территорию станции Соль. С нее также проводят атаки в Краснопольке. Бои за Красную гору и Благодатное продолжаются, но изменения не зафиксированы. То есть от станции Соль, ну мы ее контролируем, кстати, наша артиллерия ее полностью контролирует. Они пытаются, я уже говорил, восстанавливать там железную дорогу на станции Соль. Мы периодически наносим туда огневые удары для того, чтобы расширить им фронт работ по восстановлению железнодорожных путей на станции Соль. Также оттуда они пытаются атаковать Краснопольку, но безуспешно. И бои за Красную гору и Благодатное тоже на данный момент со стороны российских, атаки, точнее, со стороны российских войск, не имеют успеха. Противник кинул силы свежих мобилизованных соединений на Спорное и Белогоровку. То есть мы видим, что прибывают резервы, но резервы уже идут практически на 100% укомплектованные мобилизованными. В них уже, в этих подразделениях отсутствует такая категория, как профессиональные военные. То есть те, кто были в регулярных частях на момент вторжения, их на сегодняшний день в этих подразделениях нет. Также в районе Спорного и Белогоровки мы фиксируем тяжелые позиционные бои. Противник продолжает атаковать, но успеха на сегодняшний день не имеет. Авдеевка. Здесь и Авдеевское направление. Здесь сложная ситуация в Красногоровке. Это та Красногоровка, которая находится возле Авдеевки. Потому что есть еще Красногоровка, которая ближе к Марьинке. Нет, имеется в виду та, которая возле Авдеевки. Врат последние 10 дней существенно усилил давление на этом участке. Пытается продавить нашу оборону из водяного и опытного. Так как с Марьинкой у них очень тяжело, они переключились на окружение Авдеевки. То есть они пытаются теперь... В Марьинке бои не имели успеха. Вот сколько они не давили, успеха не имеют. Но они сейчас пытаются продавить фланги южнее или севернее самой Авдеевки. И пытаясь создать угрозу окружения самой Авдеевки. Никакого успеха на данный момент российские войска по обходу Авдеевки не имеют. Под Авдеевкой даже был такой случай, что в одном бою российские, вновь мобилизованные, это говорит о степени обученности войск, они попытались атаковать наши позиции. В результате одного боя они потеряли 5 боевых машин пехоты. То есть все, что они вывели на поле боя, все было уничтожено нашими войсками. Вот такая вот степень обученности этих войск. Не скажу, что это повсеместно, это отдельные, я так понимаю, эпизоды. Но, тем не менее, это характерно для вот этих подразделений, которые укомплектованы, мобилизованы. Новопавловское направление. Здесь позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Большой активности враг не предпринимает. На Запорожском направлении противник пробовал наступать на Степное. Успеха не имел. На линии боевого соприкосновения от Каменки до Степного идут бои. Ожесточенные бои позиционные. Противник пытается атаковать. Но наши войска удерживают оборону и успеха противник не имеет. На данный момент. Херсонское направление здесь без изменений. Продолжаются артиллерийские обстрелы правого берега реки Днепр. От Никополя до Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения, к величайшему сожалению. И есть повреждения критической инфраструктуры. Имеется ввиду в энергетике, водоснабжении. Так что ситуация остается тяжелой, но контролируемой со стороны вооруженных сил Украины. Россия готовится провести скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым. Но мы об этом говорим неоднократно. И кстати говорим не первый месяц. То они уточняли списки. Потом была информация, что они печатают повестки. Ну а сейчас уже появилась информация, что в частности в центре по рекрутингу, ну то есть в военкоматы по старому, по новому центру рекрутинга, начали прием специалистов IT-сферы, финансовых работников и другие гражданские специальности с оговорками по мобилизации. То есть те, кто легализован и те, кто есть в списках, вот они пошли в первую очередь вот такие специальности. Противник продолжает использовать сеть гражданских объектов здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых солдат. Например, в Новопсковске Старобельского района Луганской области в помещении местного роддома оккупанты открыли полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании «Вагнер». То есть они оборудуют его под госпиталь и он сразу же заполняется ранеными. То есть количество раненых у них огромное, просто огромное. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 21 авиационный удар по районам сосредоточения живой силы и техники противника. 7 авиационных ударов по позициям российских зенитно-ракетных систем. Наши силы воздушные сбили 3 беспилотника типа «Лансет-3». Это ударный дрон «Камикадзе», но он не дрон, а это баражирующий боеприпас, который Россия начала в последнее время довольно активно применять на линии фронта. Есть предположение, что «Лансеты» могут собираться в том числе и в Белоруссии. Белоруссия, кстати, разворачивает очень активное производство дронов. Есть подозрение, что это будут иранские дроны. Но об этом тоже чуть-чуть позже. Ракетные войска и артиллерия наших вооруженных сил атаковали и нанесли огневое поражение шести командным пунктам армии Российской Федерации, восьми районам сосредоточения войск и техники противника и уничтожили один склад боеприпасов. Кстати, в «Солидарии» есть сейчас уже очень много видео с наших беспилотников. Наша артиллерия постоянно выжигает. Они пытаются сделать из «Солидара» российские войска, пытаются сделать такой военный хаб. Почему они восстанавливают там железную дорогу на станции «Соль»? Они хотят подвозить туда технику и боеприпасы. Ну а, соответственно, наша разведка вычисляет эти склады с боеприпасами, которые туда завозятся, пока еще не железной дорогой, а машинами, и мы их уничтожаем. За предыдущие сутки было три склада боеприпасов, три детонации складов с боеприпасами только в населенном пункте города «Солидар». Конечно, я скажу, что склад складу рознь. Есть склады, допустим, артиллерийского дивизиона, есть склады бригады. То это две большие разницы. Но, тем не менее, все равно любое уничтожение боеприпасов, складированных в непосредственной близости от линии фронта, это ослабление огневых возможностей противника и усиление наших огневых возможностей.